Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня мы в гостях у начальника отдела по работе с налогоплательщиками ФНС России по Рязанской области Алла Александровна Кондаковой. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте напомним рязанцам, когда истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц? 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год. До этого момента рязанцы, владельцы налогооблагаемого имущества, должны заплатить налог на имущество физических лиц, который уплачивается за объект капитального строительства. Это жилые дома, квартиры, гаражи, дачи и так далее. Транспортный налог, ну понятно, что за транспортное средство, и земельный налог. Вот такая обязанность возникает у владельцев имущества, который был у них в 2019 году. Уведомления уже рязанцам разослали, а что делать тем, кто эти уведомления не получил? Ну, на самом деле, рассылка, она действительно завершилась уже на территории региона, и те налогоплательщики, которые должны были получить по почте, да, то есть они должны уже были этот процесс осуществить, да, получить это уведомление. Но мы не забываем о том, что у нас достаточно большое количество, это порядка 125 тысяч налогоплательщиков, получили уведомления через личный кабинет. Вот здесь я хочу прям отдельно сказать по поводу того, что они и не будут ждать эти налоговые уведомления, потому что плательщики, у нас являющиеся пользователями личного кабинета, они должны смотреть в электронном виде. Но, возвращаясь к теме, да, как бы непосредственно нашего вопроса, если налогоплательщик не получил до настоящего времени налоговые уведомления по тем или иным причинам, да, то ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию и, собственно говоря, получить дубликат, уведомление, в котором непосредственно и содержится вся необходимая для оплаты налогов информация. Как это можно сделать? Это можно сделать, ну, понятно, что традиционным способом можно, обратившись в налоговую инспекцию. Это, конечно же, очень удобно сделать все-таки пользователям личного кабинета еще раз посмотреть, вспомнить, освежить свои пароли для входа в личный кабинет и посмотреть в личном кабинете. И есть такая возможность в том числе и через МФЦ получить уведомление. У нас услуга такая есть, и она оказывается на территории всех отделений МФЦ Рязанской области. То есть есть возможность уведомления заказать как раз вот непосредственно в МФЦ. Ну и кроме того, можно обратиться через наш сайт налог.ру. На сайте есть очень хороший сервис, который будет в помощь в этой ситуации. Это обратиться в ФНС России. Необходимо при обращении указать все свои полностью паспортные данные. И, собственно говоря, налогоплательщику будет направлен так называемый УИН. Что такое УИН? Это уникальный идентификатор начислений. Ну, то, что раньше у нас называлось индексом документа. Немножко более понятное такое, может быть, словосочетание. Так вот, это некий индекс документа, который позволяет через платежный терминал, точно так же и в электронном виде через наши сервисы, через различные мобильные приложения банков осуществить оплату. Ну, то есть, по сути, это выдержка из уведомления, некий набор цифр, который позволяет осуществить оплату налогов своевременно и в тот срок, о котором мы говорили, до 1 декабря. Сейчас налоговые органы работают в своем особом режиме из-за ограничительных мер. Как попасть человеку на приемы? Есть такая возможность? Действительно, с 26 октября, в связи с тем, что на территории региона уже тогда складывалась очень плохая ситуация в связи с распространением COVID-19, было принято решение, что налоговые органы, это на территории и всей Российской Федерации, работают только по предварительной записи. Но я хочу сказать, что в основном все государственные органы сейчас работают по предварительной записи. И сделано это для того, чтобы в налоговой инспекции человек подошел и получил в течение 10 минут услугу, которая ему необходима, собственно говоря, покинула помещение с минимальной возможностью заразить кого-то, либо заразиться самому. Что касается предварительной записи, то я хочу обратить внимание, что она доступна на сайте налог.ру. Есть отдельный сервис. Он доступен на главной странице и из вкладки «Все сервисы». Сервис называется «Онлайн-запись на прием в налоговый орган». То есть, собственно говоря, что это? Это по аналогии с обычной записью в ту же поликлинику, какую мы обычно пользуемся, такой уже давно услугой. То есть, человек заходит в этот сервис, указывает свои данные и выбирает ту услугу, которая ему необходима в том налоговом органе, собственно, где он ее и планирует получать. И это касается не только имущественных налогов. То есть, по любой услуге есть возможность предварительно записаться. Но все-таки мне бы хотелось сейчас призвать рязанцев свести абсолютно к минимуму любые посещения налоговых органов. При возможности, естественно, да, если есть такая возможность. Что для этого предлагается? Для этого предлагается наш интернет-портал налог.ру. Более 50 сервисов, которые позволяют увидеть большой объем информации, не приходя в налоговую инспекцию. Потому что действительно сейчас, наверное, лишние перемещения и лишние контакты с любыми органами, густарственными органами, они, конечно, ну, ни к чему. Что касается вот как раз услуг, огромный спектр. То есть, начиная от справочно-реквизитной какой-то информации, да, и заканчивая возможностью узнать какую-либо информацию о партнерах, контрагентах. То есть, это та информация, которая будет доступна не для физических лиц, а, скажем, для индивидуальных предпринимателей или организаций. То есть, пожалуйста, в распоряжении рязанцев все возможности для бесконтактного взаимодействия. Говоря о бесконтактном взаимодействии, как получить доступ, подключиться к личному кабинету своему? Да, действительно, непростой вопрос. Почему? Потому что мы говорим о том, что, да, пользователи личного кабинета, налогоплательщика, они дистанционно взаимодействуют с налоговым инспектором. Это так. Но для того, чтобы человек получил доступ в личный кабинет, он должен как минимум один раз все-таки появиться в налоговой инспекции. Почему? Потому что должна пройти идентификация. То есть, нельзя же заочно подключить человека, так сказать, не зная, не удостоверившись в его паспортных данных. Поэтому здесь возникает такой момент. Те налогоплательщики, которые все-таки могут лично посетить налоговую инспекцию, они будут подключаться там. То есть, просто с паспортом человек подходит, соответственно, предварительно записавшись на эту услугу, и его подключают в течение пяти минут, регистрационную карту ему формируют. То есть, в общем-то, основная задача будет на сайте ввести логин и пароль. Это первый момент. Если же налогоплательщик понимает, что как бы попасть в инспекцию он не может, нет у него такой возможности сейчас. Вторая возможность – это для входа в личный кабинет налогоплательщика использовать учетные данные портала госуслуг. Вот здесь очень четко мы должны сориентировать рязанцев, что это не личный кабинет на портале госуслуг, а это именно возможность зайти в наш сервис, который располагается на сайте налог.ру, но не с помощью регистрационной карты, которая выдается в инспекции, а с помощью логина и пароля для посещения портала госуслуг, как это делается, когда штрафы смотрятся и так далее. То есть, человек заходит на сайт налог.ру, заходит в личный кабинет и на странице входа выбирает вход с помощью ЕСЕ – портал госуслуг. Нажимает туда, вводит учетные данные портала госуслуг и перенаправляется в свой личный кабинет налогоплательщика. Вот такая схема. Можно ли посмотреть свои начисления через портал госуслуг? Вот здесь очень правильный вопрос, и я хочу акцентировать внимание наших телезрителей на том, что на портале госуслуг мы не можем посмотреть текущее начисление. То есть, там нет уведомлений, там нет информации из уведомлений. То есть, там отражается только задолженность по налогам. И, соответственно, если мы понимаем, что налогоплательщик все время исправно платил, то сейчас мы там ничего не увидим. Если же он не заплатит до 1 декабря, то после 1 декабря уже на портале госуслуг появится задолженность. То есть, там, к сожалению, у нас возможность само уведомление увидеть отсутствует. Поэтому все-таки мы призываем рязанцам, рязанцев-то не дожидаться, конечно, того, когда они перейдут уже в категорию должников. Да, и лучше сделать заблаговременно все. А существует какой-то самый удобный способ оплаты налогов? Ну, наверное, знаете, мне все-таки хотелось бы порекомендовать всем платильщикам, у которых достаточно большое количество имущества, воспользоваться нашей такой относительно новинкой – это единым налоговым платежом. Ну, собственно, что такое единый налоговый платеж? Это такой аналог электронного кошелька, который позволяет сделать платеж одной суммой. Ну, например, у налогоплательщика есть в собственности транспорт, автомобиль, квартира, дачный участок, земля под ним. То есть, как минимум четыре категории. Причем, если еще и земельный участок, например, находится в одном месте, а квартира находится, скажем, вообще на территории другого региона, то это, соответственно, будут разные суммы, которые необходимо будет оплатить. Ну, оплачивать четыре суммы не очень удобно. То есть, вот как раз единый налоговый платеж, он что позволяет? Он позволяет положить одну сумму в некий кошелек электронный, который затем уже налоговыми оргами в течение 10 дней, с момента того, как оплата произошла, будет распределяться на соответствующие налоги. Ну, согласитесь, крайне удобно. То есть, действительно, это в несколько раз снижает какие-то ошибки и так далее. Но, наверное, самое главное, как этим воспользоваться. Ну, для платежщиков, подключенных к личному кабинету, здесь все просто. Там на главной странице все, кто заходит в свой личный кабинет, они видят такой схематический знак, такое схематическое изображение, прям кошелечка. Такой небольшой кошелечек, да. То есть, нажав туда, как раз налогоплательщик попадает в свой электронный кошелек. И дальше, следуя инструкции, одной суммой оплачивает все причитающиеся ему налоги. Ну, опять же, пользователям кабинета это очень удобно, потому что, когда человек заходит на главную страницу личного кабинета, первое, что он видит, это единую сумму к уплате до 1 декабря, да, вам необходимо заплатить такую-то сумму, соответственно, имущественных налогов. То есть, вот эта сумма через единый этот кошелек просто оплачивается один раз одной суммой, и дальше налогоплательщик уже ничего не делает и ждет, когда налоговые органы раскидаются на соответствующие, да, его налоговые обязательства, эти суммы. То есть, это действительно очень удобно. Но это также можно сделать и при помощи наших сервисов на сайте налог.ру. Те, кто все-таки дружен с интернетом, ну, а таких сейчас у нас, конечно, большинство. Тем более, все мы переходим в дистанционный формат общения, да, как бы нам этого не хотелось по разным направлениям. Вот, так что, поэтому через наши сервисы, это уплата имущественных налогов и НДФЛ, это сервис уплата налогов и пошлин. Эти оба сервиса доступны на нашей главной странице налог.ру. Они позволяют точно так же перейти в некий электронный кошелек, положить туда сумму и сделать единый налоговый платеж. Вот это, я считаю, все-таки самый удобный вариант. Что грозит тем рязанцам, которые имущественный налог в срок не уплатят? Вот. 2 декабря те владельцы имущества, которые не успеют оплатить свои налоги, у нас однозначно попадают в категорию должников. Со всеми вытекающими из этого последствиями, да, а именно в первую очередь им будут направляться требования. Требования – это специальный документ, требования на уплату налогов, да, который уведомляет налогоплательщика о том, что он не исполнил свою обязанность по уплате налогов в срок, да, ему дается, ну, определенный, достаточно большой срок, как правило, это 30 дней для того, чтобы он погасил свою задолженность и уплатил пение. Да, вот еще немаловажный момент, сразу же, начиная со 2 декабря, начинают капать пение, да, то есть, естественно, если сумма налога к уплате большая, то чем больше сумма налога и чем дольше вы не платите, то сумма пеней, она увеличивается постоянно. Вот те налогоплательщики, которые уже попали в список должников, они, естественно, должны по требованию оплатить не только сам налог, но и прочитающийся пение. Вот, то есть, вот этот документ уже говорит о том, что вы забыли по каким-то либо причинам, да, не смогли и так далее, и что пора бежать и оплачивать налоги. Если не успеть в 30-дневный срок, какие последуют за этим санкции? Вот здесь уже более серьезный вариант будет, если действительно налогоплательщик уклоняется от исполнения своей обязанности, а я напомню, что это конституционная обязанность по уплате налогов, да, то дальше уже инициируются судебные процедуры по принудительному взысканию задолженности за счет имущества должника. В том числе эти процедуры осуществляются с помощью службы судебных приставов, да, и мы говорим о том, что это уже очень серьезная тема, да, тем более если сумма налогов значительная, то есть вероятность, что и арест, в том числе и арест на имущество будет наложить, то есть различные меры принудительного взыскания, это и, собственно, списание со счетов налогоплательщика денежных средств и так далее, да, то есть, конечно, вот до этих мер уже однозначно доводить ситуацию не надо, потому что, как бы мы ни хотели, но уплата налогов, она обязательна, и нервы, дополнительные денежные расходы, пени и так далее, да, это вот та плата за несвоевременную уплату налогов в срок. Еще раз напомню, что 1 декабря у нас последний срок, когда налогоплательщики могут своевременно оплатить транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Алла Александровна, спасибо, что ответили нам на интересующие нас вопросы, а на этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова